тромбоэмболия легочной артерии нет не слышал и слышал такого но звучит как-то странно тромб закупоривает крупный сосуд артерию которая снабжает легкие крови мне не знаю и знать не хочу тромбоэмболия легочной артерии или по-другому тела страшное заболевание которое уносит жизни резко и неожиданно 15 процентов всех случаев внезапной остановки сердца оторвавшийся тромб печально то что от этого диагноза не застрахован никто тромбоэмболия легочной артерии само за себя название говорит что это эмбол тромботический попадает в легочную артерию и происходит закупорка легочной артерии это не самостоятельное заболевание это осложнение каких-то заболеваний которые происходят в организме образование тромбов в организме возникает постоянно что является его естественной защитной реакцией в норме любое повреждение сосуда требует восстановления и тромб формируется для того чтобы предотвратить дальнейшую кровопотерю проблемы начинаются тогда когда эта функция дает сбой и в артериях или венах человека начинаются образовываться сгустки крови если взять процесс анатомии как попадает кровь правое дело сердца давление принципе в системе полых вен она невысокая и в ногах есть такое понятие мышечная помпа то есть когда человек ходе двигается мышцы сжимаются и соответственно проталкивают кровь в направлению к сердцу непосредственно в венах также есть еще и клапан это основной механизм и так замедление кровотоки бывает при поражении клапанного аппарата вен при длительной неподвижности то есть когда человек не двигается когда у человека не работает мышечная помпа соответственно замедляется кровоток существует два вида тромбоза артериальный и венозный причем оба одинаково опасны могут привести к осложнениям вплоть до инвалидности или летального исхода круги кровообращения вот кровь собрала венозную кровь правый желудочек в правое предсердие правый желудочек пошло в легочную артерию дальше рассыпалась на мелкие артерии на капилляры которых происходит оксигенация насыщение крови кислородом и дальше она опять из капилляров впадает в четыре легочные вены не могут в тромбы проскакивать вот этот капиллярное уровень капиллярного русла не могут в одном случае могут когда сердце есть дефект межпредсердной перегородки вот этот дефект то есть в этом случае может гоняться минуя капиллярное русло это если тромб попадает в артерию дальше он где-то задержится на уровне капилляра то есть постоянно там гоняться не может в группе риска находятся пациенты после хирургических операций и травм женщины во время беременности и после родов те кто долгое время пребывал на постельном режиме или принимает гормональные контрацептивы высокая вероятность образования тромбов у курильщиков так как у них повышается вязкость крови сужаются сосуды в этом же списке люди с анатомическими особенностями и пациенты с заболеваниями сердца или периферических сосудов к неблагоприятным факторам врачи также относят алкоголизм наркоманию малоподвижный образ жизни излишний вес онкологические и наследственные заболевания вроде тромбофлебита характеристика болей может быть раз для диагностики тромбоэмболия легочной артерии применяется несколько методов есть также специфические не специфические можно заподозрить тромбоэмболию по данным кардиограммы можно заподозрить при выполнении узи сердца но и самый основной для диагностики тромбоэмболии легочной артерии это компьютерная томография с контрастным усилением также еще выполняется сцентографии иногда у больного может быть сразу несколько серьезных факторов провоцирующих тромбоз глубоких вен помимо антикоагулянтной терапии пациент может понадобиться хирургическое вмешательство на сегодняшний день наиболее перспективными средствами удаления тромбов являются эндоваскулярные малоинвазивные методики когда у человека случилось тромбоэмболия легочной артерии выполняет узи откуда этот тромб прилетел смотрят ага а в ногах есть тромбы есть вопрос то есть он еще может дальше стрелять в легочной артерии применяется в андоваскулярной хирургии такие кава фильтры когда в вену через бедро вводится зонтик и даже тромб если оторвется полетит вверх он на этом зонтике задержится и не пойдет дальше вверх поскольку тромбоэмболия легочной артерии может быть опасной и трудно поддаваться лечению врачи стараются предотвратить образование сгустков крови в венах людей находящихся в группе риска человек приходит доктору пациенту со своим набором грубо говоря болезни существуют специальные шкалы риска тромбоэмболии кардиального риска доктор собирает баллы смотрит на этому человеку пока можно ничего не назначать а вот этому же человеку нужно назначать препарат разжижающий кровь регулярное ношение компрессионного антиварикозного трикотажа в значительной степени помогает профилактике тромбоэмболических осложнений как у мужчин так и у женщин с варикозным расширением вен необходимо контролировать давление беречь себя от травм и проходить плановые обследования не реже одного раза в год тромбоэмболия легочной артерии это та ситуация когда болезнь проще предотвратить чем лечить физическая нагрузка улучшает кровообращение препятствует возникновению застоя в крови вести здоровый подвижный образ жизни и правильно питаться соблюдение всех этих нехитрых действий сохранит ваше здоровье пациентам с тромбоэмболией легочной артерии рекомендованы такие продукты как нежирное мясо кролик курица утка рыба морская особенно сельц скумбрия также возможно употребление и речной рыбы увеличивается в своем рационе злаковые продукты в виде каш цельнозернового хлеба предпочтение отдавайте оливковому маслу подсолнечному маслу рапсовому маслу пусть в вашем питании присутствуют орехи семена льна также приветствуется употребление овощей и фруктов виде болгарского перца моркови тыквы картофеля лука пациенты с тромбоэмболией легочной артерии вынуждены как минимум в течение трех месяцев принимать антикоагулянтную терапию антикоагулянты это препараты которые используются как для профилактики так и для растворения тромбов связи с этим есть особенности в питании для пациентов принимающих антикоагулянты не рекомендуется употреблять совместно с антикоагулянтами алкоголь поскольку будет он усиливать риск кровотечения пациентам следует исключить из своего рациона чеснок который будет также усиливать риск кровотечения из цитрусовых грейпфрут также не рекомендуется совместное употребление клюквы клюквенных морсов которые будут усиливать риск возникновения кровотечений при совместном приеме с антикоагулянтными препаратами принимая антикоагулянты вы должны исключить употребление биологически активных добавок которые входит растительное сырье в виде женьшеня зверобоя шалфея поскольку они могут вызывать как риск увеличенного тромбообразования так и увеличить риск кровотечений если препаратом выбора станет варфарин вы должны знать что продукты растительного происхождения зеленого цвета такие как зеленый чай петрушка базилик капуста брокколи должны либо употребляться в небольшом количестве ежедневно либо исключаться полностью для того чтобы мно было без колебаний и постоянно в целевом диапазоне ограничьте своем рационе употребление соли пусть будет минимальное ее количество рекомендуется ограничить такие продукты как насыщенные бульоны мясные рыбные грибные ограничьте употребление консервантов консерв копчености солений ограничьте пожалуйста употребление молочных кисломолочных продуктов с высоким процентом жирности минимизируйте прием хлебобурочных изделий шоколада конфет крепкого кофе и чая соблюдайте принципы здорового питания регулярно посещайте своего лечащего врача и не забывайте про физическую активность при тромбоэмболии легочной артерии в острый период противопоказаны любые физические нагрузки поэтому мы будем вести речь о том периоде когда уже найден источник тромбоэмболии и пациент выписан на реабилитацию вообще напряженная ситуация перед тромбоэмболии сохраняется в течение полугода если не найден источник тромбоэмболии если найден источник тромбоэмболии и удален то в течение трех месяцев мы тщательно наблюдаем за пациентом и не рекомендуем ему никакой нагрузки кроме бытовой нагрузки прогулки утрем и вечером входят в понятие бытовой нагрузки и очень сильно повышают качество жизни пациента Опять же, во время выполнения бытовой нагрузки и прогулок пациент должен следить за пульсом, уровнем артериального давления и своим общим состоянием. Обычно на приеме у врача общей практики или у врача-кардиолога обсуждаются объем нагрузки, количество и время, которое пациент должен проводить в движении. Основной причиной тромбоэмболии легочной артерии является варикозная болезнь нижних конечностей. После операционного периода пациенты с варикозной болезнью нижних конечностей должны сразу же выполнять лечебную физкультуру. Она начинается в первые часы после перевода пациента из операционного блока в палату. Лечебная физкультура выглядит в виде движений пальцев ног нижних конечностей, напряжения икроножных мышц и поднятия ног на 30 градусов. В дальнейшем вместе с инструктором ЛФК пациенты наращивают физическую нагрузку, увеличивают его темп и объем. Через месяц после проведения оперативного лечения и выписки стационара пациент может возвращаться к привычной нагрузке. Ведите активный образ жизни, дышите полной грудью и не забывайте про здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова